Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Догвель. Как и у людей, у собак может развиться огромное количество фобий, которые могут отрицательно отразиться на всей жизни питомца. В этом видео мы попробуем разобраться, что такое трусливость и как с ней работать. А поможет нам в этом Александр Александрович Лунин, кинолог с 30-летним стажем. Давайте начнем! Иногда она появляется по факту рождения. Поэтому, еще раз говорю, очень важно ответственно подходить к выбору собаки и щенка. Отсеивать во время приобретения собаки любые намеки на перевозбуждение родителей. В идеале, если вы хотите сэкономить себе нервы и деньги. То есть это не должно быть эмоциональной покупкой, я увидела и купила. Это очень важно. Почти это стопроцентный результат. Дальше, если все-таки это случилось, а случится это может скорее всего из-за того, что вы пересидели со щенком и не гуляли вовремя, да, и собака в нужный момент своего развития не получила большое количество новых раздражителей и резко попадает, когда он приезжает там в 4 месяца, да, когда щенки их разрешают гулять и так далее. Попадает на улицу, у нее стресс и все. И дальше у вас получается проблема с выгулом. Если вы это видели, собака выходит домой, выходит на улицу гулять, боится самого процесса выхода. Дома у нее все хорошо. Но вы идете, она боится, ей в поезде плохо, она на улице даже не думает писать, ей страшно, она все несет домой. Иногда это до года, а иногда это очень большая собака. Все надо делать вовремя. Иногда страхи бывают генетически приобретены, а бывают приобретены за счет неправильного содержания. Какие самые распространенные виды фобий у собак? Ну, давайте назовем, чтобы было проще, это не фобиями, а проблемами. У нас основная проблема — это социализация, когда люди выходят своими щенками гулять с собаками, а они боятся всего, что прямо за пределы квартиры происходит. И это, как мы говорили, связано с тем временем, когда щенок стал получать нагрузку в виде окружающей среды. Когда вы определенный период времени не дали щенку, молодой собаке, возможность исследовать этот мир, все новое мозг воспринимает как стресс инородный, и боится этого. И, возможно, дома очень хорошо и комфортно, и поэтому и расслабляется щенок только там. И вы даже не можете вывести собаку на улицу, на травку сходить в туалет, она все несет домой. Мы с вами об этом говорили. У нас там же боязнь шумов резких и выстрелов. Часто это связано с тем, что с молодой неокрепшей собакой хозяин попадает под резкие звуки. Это может быть салют. Скорее всего, это будет салют. Редко это грузовые машины. Ну, редко это бывает. И то это связано с недостатком социализации, то есть работы по приучению к окружающей среде перед тем, как собака в это влипла. Но, еще раз повторюсь, самый наш главный враг – это салют, ну, стрельба. У нас есть боязнь собак, людей, и это тоже связано с неправильным содержанием в юном возрасте. Все это можно убрать за счет правильной работы с щенком. Агрессия – это тот же самый страх, потому что это перевозбуждение, просто в плюс и в минус. И когда вы говорите «моя собака атакует кого-то, всех собак, людей, петарды», это то же самое перевозбуждение, просто оно пошло в плюс, не в минус. И мы корректируем это поведение так же, как и страх. Агрессию мы корректируем так же, как и страх по той же самой технике. Ну, я не думаю, что существует страх одиночества. Скорее всего, это нарушение определенной традиции, где собаке комфортно. Вы уходите, а она к этому не привыкла, а она кричит, орет. Правильно? Но корректироваться это достаточно легко. Каким образом кинологи проводят коррекцию трусливости? Ну, все кинологи проводят по-разному. Мое мнение, что сначала мы должны выстроить с нуля правильное поведение, мы должны поработать над мотивациями собакой. Это архиважно. Подсадить собаку на какой-то стимул на еду. Если мы говорим про страх улицы, мы выносим еду на улицу и стараемся прокармливать там. Дальше я использую какую-то из команд. Например, сидеть. И когда собака видит какой-то раздражитель, который для нее опасен, фатален или очень силен. Например, другую собаку, он начинает ее бояться. Я на это возбуждение, то есть ее реакция на возбуждение накладываю торможение. Кинологи используют команду сидеть с болью. Делаю это не один раз, а серийно. Дальше я кормлю собаку, ухожу из этого места, возвращаюсь обратно. Мы видим опять этот раздражитель. Мы собаку опять корректируем, сажаем, нажимая на болевые точки. Переключаем на еду. Когда все хорошо, уходим. И так несколько раз, не перегружая собаку. Если это нарисовать как схему, это будет стремящаяся к нулю амплитуда. Мы на возбуждение накладываем равнозначно по силе торможения. Например, вы идете, собака что-то начинает бояться. Там человек увидела. Мы ей сидеть, пункт. Пошли сидеть. И так несколько раз. И нажимаем ей на болевые точки. На болевые точки, это на попе. То есть мы не толкаем, мы нажимаем. Потому что это боль. А боль приводит к торможению центральную нейросистему. И просто я это делаю не один раз, а несколько. Не один раз сажаю, а пять, десять может быть. И предлагаю собаке еду. Еда у меня в этот момент индикатор, насколько собака себя хорошо чувствует. Чем больше я нажимаю, тем больше она успокаивается. И как только она начинает есть, я хоп, отдаю ей горсть еды и мы уходим. Агрессия к детям – это признак страха? Нет, это не признак страха, не фобии. Но это надо резко решать. То, что наши дети – это наше все. Если мы говорим об агрессии от маленьких собак, мы смеемся и решаем это очень быстро за счет дрессировки. Если это агрессия с большими собаками, первое, что мы должны сделать – это минимизировать общение наших детей с собаками. Дома, в клетке, в другой комнате. И все общение только под нашим контролем. Если даже маленькие, замечательные собачки, иногда бывает агрессия, она не связана с тем, что они хотят сожрать. А просто их дети достали. Это защитная реакция. Надо смотреть каждый отдельный случай. Когда вы видите не внутри семьи, а на улице, такая агрессия убирается на раз-два. Потому что это то же самое, как отучить собаку не подбирать земли. На алгоритме плохо – хорошо. Но дома, внутри семьи, там совсем другая история. Часто агрессия связана с тем, что, например, много детей, и они собаку уже просто разорвали, достали, перегладили, перецеловали, уже в уши. У них просто защитная реакция. И мы выстраиваем поведение дома и собаки, и детей. Мы не можем, если уж так случилось, что у нас есть и дети, и собака, мы должны их всех поставить в такой план жизни, чтобы всем было комфортно. Иногда это просто стресс. Стресс у собаки, потому что детей оказалось слишком много в ее жизни. Можно ли считать страхом поведения, когда собака не подпускает к хозяину других людей? Он решает свои проблемы. Он решает свои проблемы. Вы – источник его комфорта. Он вас охраняет как косточку, как источник своего спокойствия. В основном, как косточку. И никого к вам не подпускает. Это нормально. Для караульной породы, для молосов это поведение очень частое. Вы поймите, что это планета эгоистов. Эгоистов. Он за вас не боится. Никогда ничего не происходит. Все думают только о себе. Когда вы смотрите на ситуацию, вы должны понять, а чего он боится потерять. А что ему надо? Почему он не подпускает? Вы источник чего-то такого, чем он не готов делиться с другими. Но это не страх за вас вообще. Потери или еще что-то такое. Мы изначально с вами говорили, что первое, что я сказал – это планета эгоистов. Это надо принять. Пока люди не примут, что собака думает только о себе, у людей будут проблемы. Как только они это примут, все становится на свои места. Потому что это значит, что надо найти, что нужно собаке, развить это, положить это к себе и выдавать это от себя просто так. И на основе уже этой концентрации на собаке на хозяине, на себе, уже начинать формировать те навыки, которые нужны. Все. И в этом плюс. Собака не скрывает, что она эгоист. Она хочет есть. Она хочет играть в мячик. Иногда ей нужна защита. Ну, там, они жмутся к хозяину или еще что-то такое. Ну, это нормально, это стойное животное. Мы этим пользуемся. Необходимо ли владельцу изменить методы воспитания в отношении трусливой собаки? Дрессировку собаки легко можно провести самостоятельно. Но вот в вопросах коррекции лучше бегом бежать к специалисту. Нюансов столько, что можно, что-то упустив, потерять все. Коррекция поведения возможна, скорее всего, один раз. На второй раз мозг уже не позволит его обмануть. Поэтому лучше сразу же использовать специалиста, чтобы он правильно поставил вашу технику и ежедневный, скорее всего, распорядок дня поменяв под эту коррекцию. Потому что коррекция поведения быстро невозможна. Потому что мозг уже привык длительное время вести себя как-то. И чтобы перезаписать информацию, он должен длительное время находиться в новых условиях и принять их как важные для выживания. Сколько занятий может понадобиться, чтобы откорректировать нежелательное поведение? Занятие может быть одно, чтобы поставить вам руки и объяснить еще раз всю теорию от начала до конца. Но специалист должен пощупать эту собаку, увидеть. Увидеть, потому что дьявол в мелочах. Вы их не увидите никогда. Вы думаете, что ситуация развивается оттуда, а на самом деле источник проблемы вообще в другом месте. Если видео было для вас полезным и интересным, пожалуйста, поставьте нам лайк. Подпишитесь на наш канал и включите колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok